Кайгородский район стал вторым муниципалитетом, который попал под пристальное внимание парламентариев республики. С рабочей поездкой там побывала депутат Госсовета Коми Нина Нестерова. Напомним, Сергей Гапликов призвал народных избранников включиться в разработку стратегии социально-экономического развития региона. Только прямой разговор с жителями Коми поможет создать реально работающий документ, уверен руководитель республики. Репортаж Виктории Палкиной. С проблемами Кайгородского района депутат Госсовета Коми Нина Нестерова знакома не понаслышке. В своем подшефтном муниципалитете она бывает часто. Последний раз приезжала на заседание районного совета. Кстати, тогда же заглянула и в местную аптеку. Вот и на этот раз проблемная точка стала ключевой в программе этого рабочего визита. Проблемы в этом филиале госаптек начались еще в июле прошлого года. Пошли перебои с поставкой лекарств. Дефицит коснулся практически каждого жителя района. Сегодня ситуация нормализовалась, заверила местный фармацевт. По льготникам вопрос закрыт полностью. Витрины, пусть пока и по чуть-чуть, начали заполняться препаратами. В сельском музее картины далеко не позитивные. Деревянное здание, которому почти полвека, не выдерживает натиска стихии. Течет буквально каждый угол. В помещение холодно, полы ходят ходуном. Красить бесполезно, потому что тут очень много слоев. И красили буквально в том году, но все уже от пола ничего не осталось. Потому что такое покрытие, краска сходит толстыми слоями просто. А где у нас на улице? Вот здесь протекает крыша тоже. Там мы прошли несколько залов, где крыша протекает. А здесь дырочки, да? Да, да, да. Делаем дырочки, чтобы просто не обрушился целиком потолок, потому что он сгнивший весь. Чтобы не проникли. Угу. В библиотеке, кстати, было обрушение уже в таком случае. В этом году районные власти планировали заказать проект нового здания. Ремонтировать нынешнее бесполезно. Но деньги перенаправили на Дом культуры села Грива. Там ремонт требовался в первую очередь. Поэтому и планы по проектированию музея перенесли на 2017. Нина Нестерова считает, что дальше откладывать решение вопроса нельзя. К тому же площадка для будущего музея в райцентре уже подготовлена. Теперь муниципальные власти должны сделать следующий шаг вперед. И подготовить проект. Региональный Минкульт готов поддержать район и включить объект в программу строительства. А вот проблему с детским садом в Кажеме сельские чиновники самостоятельно точно не решат. Надзорные органы уже несколько раз пытались закрыть дошкольные учреждения. В здании нет водопровода. Группы не соответствуют правилам пожарной безопасности. И места для 39 дошколят и сотрудников маловато. Нам не хватает многого. У нас нет музыкального зала, у нас нет физкультурного зала. У нас пищеблок находится очень далеко, поэтому очень тяжело носить. Мало места в спальнях. Поэтому нам нужно все. И пищеблок, и спальни, новый детский сад. О строительстве нового здания для сельскошколы и детского сада заговорили еще пять лет назад. Даже проект подготовили, но сегодня его надо менять. Столь масштабный объект в Кажеме, где количество детей все время уменьшается, просто не нужен. Площадку для образовательного учреждения подготовили. Стройку запланировали на 2020 год. Воспитатели обратились к депутату Нине Нестеровой с просьбой все же ускорить процесс. Давление, которое испытывает коллектив со стороны контрольных органов, понятно, в каких условиях живут детки, содержатся, которые не соответствуют сегодня, по большому счету, никаким требованиям. Санпина, Пожнадзора и так далее. Это очень актуально для Кайгородского района. То есть это одна из тех наиострейших проблем, которые району необходимо сегодня решить. Будем делать все попытки. Нина Нестерова уверена двум профильным ведомствам, Минорхстрою и Минобразу, совместно нужно найти оптимальное решение. И здесь время тоже не ждет. Маленькие жители Кажема мечтают о новом, светлом, благоустроенном здании. И эту мечту должны осуществить для них взрослые. Депутат Госсовета Коми возьмет вопрос на особый контроль. И если министерства не договорятся, намерен доложить о ситуации Сергею Гапликову. Он лично ознакомился с Кайгородским районом в феврале этого года. Был и в Кажеме. Уже о проблемах жителей Ужги Нина Нестерова тоже будет говорить с ответственными чиновниками. И разговор простым точно не получится. Здесь тревогой ждут начала нового учебного года. Дети за знаниями ездят в райцентр. Из шести районных школьных маршрутов. Именно этот считается самым проблемным. У госавтоинспекторов много вопросов к этому направлению. Дышать пылью и трястись с утра и вечером, конечно, очень тяжело. И автобусу приходится ездить по обочине дороги, что не соответствует требованиям безопасности перевозки детей. Латают дорогу каждый год. На днях здесь стартовал очередной ямочный ремонт. Но местные жители сильно сомневаются, что это решит проблему. Да и сама Нина Нестерова уверена, эти 19 километров спасет только капитальный ремонт. Этот вопрос уже в ближайшие дни. Она обсудит с региональными дорожниками. На обратном пути депутат Госсовета Коми заглянула в сельский магазин. Здесь и молочка, и мясо, и полуфабрикаты. Все местного производства. Отбоя от покупателей нет. Люди знают, что у нас свежая продукция каждый день. Очень популярная. Да, очень хорошая. Люди очень довольные. Старой продукции у нас не бывает. Доступна эта продукция и жителям соседних муниципалитетов. А вот дальние районы Коми пока не распробовали местного молока и масла. Региональная торговая сеть, над открытием которой сейчас работают власти Коми, позволит кайгородским фермерам расширить рынки сбыта, уверена Нина Нестерова. Создание такой региональной сети абсолютно возможно. Мы знаем, что есть поручение Сергея Анатольевича Гапликова, временно исполняющего обязанности главы республики Коми, о том, чтобы такую сеть создать. И я думаю, что не нужно много на самом деле усилий для того, чтобы это сделать. Потому что практически в каждом районе уже база такая, она создана. Эту экономическую идею Сергея Гапликова уже поддержали и аграрии Коми. Ведь основная цель проекта – дать жителям республики доступ к качественной продукции и защитить интересы местных сельхозтоваропроизводителей.